В минувшие дни в ходе прямой линии с главой Касписка Борисом Гонцовым был озвучен вопрос от местных жителей касаемо проблемы с вывозом мусора. Глава муниципалитета отметил, что на сегодняшний день вся территория города охвачена и поддерживается в надлежащем санитарном состоянии. Микрорайон Кемпинг является наиболее сложным в плане обслуживания, заключения договоров с коммерческими объектами и платежной дисциплины населения. Я не так давно переехала в микрорайон Кемпинг и здесь есть одна большая проблема, это проблема с мусорными баками. К сожалению, они находятся очень далеко, мусор приходится копить, собирать и отвозить, потому что пешком иногда сложно. Еще одной проблемой является отсутствие нормальных дорог, из-за этого мусоровоз не может проехать и забрать мусор. И недавно я узнала, что администрация города собирается установить баки. Я надеюсь, это произойдет в ближайшее время, чему мы будем очень рады и будем соблюдать порядок и чистоту на наших улицах. 17 декабря представители госструктур Каспийска отправились в микрорайон для того, чтобы проанализировать территорию и найти места для установки баков для сбора ТКО. Да, на самом деле у нас бывает затруднение с машиной, потому что, ну, вы, в принципе, дороги видите сами и ухудшение погодных условий сильно влияет на проезд техники. А так как здесь бесстарный вывоз, соответственно, машины не приходится колесить по всем этим дорогам, которые еще, в принципе, не обустроены. То есть район новый застраивается. И поэтому по поручению главы нам принято решение разбить в районе микрорайонного кемпинга площадки. На сегодняшний день данное решение является единственным выходом из ситуации, так как инфраструктура частных секторов все еще находится на этапе формирования. Представители МБУ «Зеленый город» обследовали микрорайон кемпинг и выделили пять объектов для установления мусорных баков. Мы планируем добавить две площадки по улице, вот продолжение улицы Каспийская, там две, здесь на 11-й линии. Вот в частности, допустим, вот здесь на углу мы хотим площадку сделать, вот это все будет вывезено, выровняем территорию, здесь разобьем площадку. И этой же 11-й линии в том конце сделаем еще одну площадку. И планируем хотя бы пять площадок добавить, это прям вот минимум, который нужно добавить. И еще одну площадку мы добавим уже ближе туда, к тому району. Увеличить количество площадок для мусорных баков на данный момент невозможно из-за того, что вся территория сбита на участки и идет застройка. По словам директора МБУ «Зеленый город» Магомеда Богомаева, работы по установлению баков для сбора ТКО начнутся в начале 2024 года. Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что более 60% частных домов не зарегистрированы для уплаты налогов. В связи с этим администрация города просит жителей оплачивать налоговый процент за жилье в размере 0,1% от кадастровой стоимости. Многие жильцы, многие собственники домовладений намеренно не ставят на учет, дабы не платить в конечном итоге налоги. Хочется сказать жителям города Каспийска, что все благоустройство, которое делается в городе, это за счет бюджетных средств. И, соответственно, бюджетные средства, которые должны идти от уплаты имущественного налога, не попадают в бюджет города Каспийска. Отметим, что до марта 2025 года жители Каспийска могут поставить дома на государственный учет по двум документам. Это технический план дома и правоустанавливающий документ на землю. В ходе прямой линии глава Каспийска также подчеркнул, что в текущем году для улучшения работы вывоза мусора было закуплено 6 единиц спецтехники. На данный момент проходит процедура закупки еще одной единицы. Произведена закупка 20 баков для сбора ТКО, запланировано строительство 17 новых площадок для сбора мусора, а также выделены средства в сумме 750 тысяч рублей на ремонт существующих площадок.